Учиться жить вместе в Украине в этом году стартовала реформа инклюзивного образования. Ее цель, чтобы дети с особыми потребностями учились в обычных классах. Одна из таких школ уже работает в Харьковской области. Есть ли успехи, узнавала Светлана Шикера. На своей коляске первоклассница Аня уверенно преодолевает небольшие порожки коридоров. Когда строили школу, их специально установили не выше двух сантиметров. Библиотека на втором этаже не проблема. Ведь в школе есть лифт. Заезжай. Едем в библиотеку, да? А еще специальный туалет, комната для отдыха и пандус на входе. Через два месяца учебы одноклассники, не замечая, что Аня в коляске, вовсю гоняют с ней по коридорам. Она может очень быстро ехать. Мы ее возим. А еще она сильно-сильно крутится. Сама Аня уже бойко читает и мечтает стать кардиохирургом. Мне нравятся уроки, вот математика. Математика мне очень нравится. Да, читать, писать, там всякие буквы. В школе особенным детям помогает ассистент учителя. Эту должность ввели специально. Галина Ивановна психолог. Говорит, девочки быстро стали частью коллектива. Дети старшие, для них немножко, как бы, знаете, первые дни, но они к ним привыкали. И у нас дети, у них нет понятия вообще, что там что-то Аня с чем-то не справится. Они ее принимают так, как она должна быть. Именно дать возможность особенному ребенку почувствовать себя таким же, как и все остальные, основная цель инклюзивного обучения. Об этом сегодня на форуме в Харькове говорили педагоги и врачи со всей Украины. Если ребенок находится на индивидуальном обучении и сидит в себе дома, и она не знает жизни, она его видит только через окно. И если к ней приходят безлечащие педагоги, будет очень хорошо ее научиться. Но она не может потом использовать эти знания, потому что она будет не адаптирована к жизни в сообществе. Сегодня в Харькове для особенных детей открыли реабилитационную комнату. Будем створювать и инклюзивно реабилитационные центры по районах Харьковской области. И будем делать все для того, чтобы и готовить кадры, и надавать возможности, чтобы они были равными для всех. Наразі, с вересня месяца, сегодня открываем уже первую ресурсную комнату. Можу сказать, что за 2018 год плануем открыть 15 ресурсных комнат, 25 медиатек. Харьковская область была одна из первых, которая начала запровадживать такие умовы для специальных детей. Но комплексно доучиться до государственной программы мы смогли только после подписания меморадиума и с благодейным фондом Петра Порошенко. Такие комнаты и специальные классы для особенных детей обещают открывать не только в больших городах Харьковской области, но и в маленьких райцентрах. Светлана Шекера, Александр Яновский. Подробности телеканал Интерхарьков.